Продолжаем нашу Тевтонскую кампанию, но играем, конечно же, да, за Священную Римскую Империю. В принципе, да, серии давненько не было, я решил записать именно вот прохождение за Священную Римскую Империю, именно в дополнении к Medieval 2 Total War под названием Тевтонцы. В принципе, давайте вспоминать, на чём мы остановились. Так, здесь вот у нас есть небольшая армия. Так, тут ещё подкрепление подходит. Так, в принципе, да, нормально всё. Так, здесь мы вроде бы добываем золото, да. Хорошо. И, в принципе, да, вот у нас здесь вот на море есть одна армия, которой я хотел быстренько захватить Орхус. Ага, это датский город. Ага, Раскиллия столица. Ну что ж, понятно. Хорошо, давайте взглянем на финансы. Вроде бы на 5000 мы выходим. Неплохо. Так, по дипломатии. Да, мы воюем только с датчанами. Союзники нам Тевтонский Орден и Монголы. Ну что ж, неплохо. Давайте сдадим следующий ход. Так, я заметил тут... Купцы уже подбираются к золоту. Хотите что-нибудь купить? Для вас только с торговли будет выгодна нам война, враг торговли, а? Так. В принципе. Ну, разорять бессмысленно. Не хотите ли посмотреть товар? Так, хорошо. В Гамбурге я построил еще крестьян с луками. Гамбург, где это? Ага, это здесь. В принципе, наверное, можно дороги построить. Так, ну и в Гамбурге у нас построилось общинное поле. Хорошо. Да, ну опять же, здесь вот ситуация явно нехти какая. Польша везде на первых местах. По армии Тевтонцы на первом месте. Все довольно-таки печально. Так, а если попробовать... Орхус. Именно вот заштурмовать. Мы победим их в катер. Рейх, убирайся! Я катер, вперед! Так, отлично. Отношения с зданием ухудшились. С Норвегией очень плохие вообще. Так, ну в принципе, да, вот у меня есть две катапульты. Орхус маленький город, стены не очень-то крепкие. Вообще, можно попробовать заштурмовать его. Так, ну перед этим давайте мы... Наверное, еще крестьян подкинем. Так, мне вообще-то пехоты не хватает. Да, здесь я как бы застрял. Так, ну ладно, ничего страшного. Так. В принципе, есть немножко денег. Их можно потратить. Смотрите, у нас Ильцин расширяется. Давайте, да, вот будем расширять это поселение. Кстати, Ганновер расширился. Так, ну везде. В принципе, все потихонечку. Так, да, давайте вот все-таки попробуем заштурмовать. Орхус обороняет его король Кнут. 52 года. Многообещающий командир. Неплохой командир. Любящий риск. Этот человек не боится риска и не ведает осторожности. Склонный к наважности. Хороший руководитель. Весельчак. Воин ночи. Превосходный палитель. Наважный. Жестокий господин. Мы победим их кайзер. Так, ну что ж. В принципе, да. Войск у него явно немного. Кстати, можно исключить подкрепление. И устроить ночное нападение. Так, в общем-то, штурмует город у нас Сигизмунд из Люксембурга. 38 лет. Надежный командир. Гений штурма. Воин ночи. Целеустремленный. Иррациональный. Неловкий. Достойный правитель. Отмеченный неплохо в обороне стен. Хороший оратор. Безразличный. В принципе, да. Давайте все-таки ж. Ночью. Попробуем заштурмовать этот город. Хотя, с другой стороны, эти подкрепления, они особо так. Я думаю, нам не помешают. Ну, неважно. Давайте, да, вот. Штурмовать. Этот день станет днем славы Рейха. На битву. Так, отлично. Спокойная, тихая ночь. Хорошая погода. Помните. Ваша цель захватить поселение, а не сравнять его с землей. А, ну да, да. Мы это помним, конечно. Небольшой город, в принципе. Если где-то вот здесь вот сломать стенку. Так, хорошо. Так, у нас преимущество во всем. И по коннице, не говоря уже о пехоте и всем остальном. Так, ну что ж, давайте, да, вот. Нашими стенобитными машинами ломать стену. Так. Више. Так, что-то огненными снарядами Совсем они уж мажут Но зато очень эффектно это все выглядит Чуть выше бери, е-мое Смотри На удивление он точно мажет Да блин, ты заколебал, честное слово Так, давайте все-таки же выключим огненные снаряды Потому что, ну, они мажут Вот, а Обычными снарядами Довольно-таки метко попадает Так, 30% Стена уже, да, вот Понесла Ущерба Неплохо Так 34 40 Отлично Штукатурка начинает отваливаться Все-таки ж я надеюсь мы пробьемся через стену Боезапаса должно хватить Так Чуть меньше половины Блин, опять они начали промахиваться Так, че у нас? 62 Так 68 Так, ребята, а че вы встали? Я не понял Хорошо Хорошо, это обнадеживает Стенка поддается Кто-то оттуда начал по нам стрелять почему-то Раньше мы Че-то не стреляли Да, правда Стреляют они Из рук вон плохо Промахиваются Так Так, ну давайте Чуть-чуть осталось Блин, да че вы Чуть ниже бери, а Это из этой башни, наверное, стреляют Ну, ну Еще чуть-чуть Еще чуть-чуть Так Так Давайте, наверное, отведем Осадные машины Так, священники-воины, да? А ихний король забаррикадировался в центре Ну что ж Будем использовать пехоту нашу Я думаю, да, вот Вперед мы пошлем ветеранов-копейщиков Все-таки ж против конницы А мечниками уже будем дорезать Да, знаменитые вот эти вот Священники-воины Датские Это вообще жесть Просто гениальный юнит Строится, по-моему, в третьем уровне Храма Имеет просто бешеную Ближнюю атаку Хотя и по чаржу, по-моему, они довольно-таки слабоваты Так, ну отлично, да, вот Наши копейщики неплохо справляются Так, давайте подведем стрелков Пока все складывается в пользу Рейха Если ничего не изменится, мы победим Так, мы к этому столько серий шли Отныне эти стены принадлежат Рейху Так, ворота мы захватили Так, ну давайте вырезайте их, ребятки Ну да, в принципе, стыдно перед королем отступать Так, чудесно Мы уже в городе Мы уже в городе В принципе, можно потихонечку подтягивать остальную пехоту Так, ну и наших Крестьян с луками В принципе, да Ну это Конечно же, как мне кажется, особой роли не сыграет Но вообще стрелками можно выманить Вот этих вот всадников С ихним королем Из центра Из центра города Причем выманить на наших копейщиков Так, давайте, в принципе, потихонечку Располагать войска поближе В принципе, да Пеших рыцарей и феодалов Можно использовать для прикрытия В принципе, я думаю, если вот Всадники увязнут в копейщиках То рыцари и феодалы В принципе, их будут неплохо так Вырезать Да, как все-таки круто смотреть На вот такой вот Стройный парад Войск Особенно, когда они есть Так, а вы, ребятки, что это Особого приглашения ждете Или чего В принципе, я думаю, можно и полководца Подтянуть Чтобы, как бы Поддерживать боевой дух Пехотинцев На уровне Так, ну отлично Копейщики уже Встали в позицию Так, давайте мы немножко Ускорим стрелков Так, отлично Пехота, в принципе, на месте Так, ну давайте Залп Да-да-да Все-таки Выманились они, да? Отлично Но мы их тут уже ждем Мы их уже ждем С копьями наперевес Так, отлично Копейщики Себя Хорошо чувствуют Враги теряют 52% Мы всего лишь 3% потеряли А, вот их Не походу Царь В первых Рядах Бьется Глупец Так Так 30 30 Штук осталось 28 даже Вполне себе Неплохо Вполне Так Все меньше И меньше Пока все складывается В пользу Рейха Если ничего не изменится Мы победим Да, мы уже и так Почти победили Смотрите, вот он здесь Живучий Как кошка Внутри Рубит И режет Агрессивный Такой А Ну давайте Ребятки Он еще и колеблется Ничего себе Сколько он Здесь Наших Положил Кражеский Король Мертв Вперед Пока Они Не Опомнились Так Отлично В общем-то Давайте Да вот Песинговать Тут Прямо Остались Сопли Одни Да Вот Правда Войска Уставшие Хвала Господу Мы Захватили Город Так Ну Два Всадника Осталось Так Ну Саш Победа Победа Мне кажется Вполне Очевидная Рейх Снова Доказал Своё Превосходство Полная Победа Так Давайте Мы Их Отпустим 8000 Конечно же Я Граблю Что За Вопросы Так Сигизмунд Из Люксембурга Жестокий И Расчетливый Этот Беспощадный Воин Прославился Своей Жестокостью Плюс Два Жестокости Так Ждем До Рассвета Отлично Урхус Маленький Город Давайте Мы Сразу же Стены Починим Я Думаю Сразу Уже Наверное Какой-нибудь Гарнизончик Организуем И вообще Бодополя Закажем В Орхусе Так Это Верфь Откуда Ты Так Гамбург Ага Это Наверное Из Гамбурга Верфь Или Нет Я Честно Говоря Даже Не знаю Так У нас Есть Деньги В принципе Мы Захватили Орхус Кстати Мы В столице Можем Построить Еще Одного Купца Так Че Бы Построить А Да Давайте Вот Кожевную Мастерскую В Штральзуде Так Хотя Нет Где Этот Город Вот Он Вот Он Хотя Нет Я Че Подумал Что Он Приграничный А Оказывается Приграничный Это Щецин Приграничный С Поляками Кто Вам Мешает Кайзер Смерть Или Разрушение Да Я Честно Горячую Сам Не Знаю Чего Мне Смерть Или Разрушение И Кто Ж Враг Рейха Так Сколько Тебе 38 Лет И Ты Просто Убийца Это Человек Хорошо Подготовлен К Выполнению Своей Роли Так Но Его Нужно Раскачать И Кто Ж Враг Рейха Давайте Да Вот Устраним Вот Это Вот Командира Максимилиана С 79 Неплохой Шанс На Успех Подкинем Ему Наркотик Подкинем Ему Змею Так Отлично Успех Убийцы Назовите Врага Только Он Нифига Не Раскачался Так Что Ганновер У меня Не Выбирается Кстати Может Будем Строить Храмы А вот Да Вот В Магдебурге Кстати Орошаемое Поле Было Неплохо Храмы Вроде Бы Дают Прирост К Населению Что В принципе Тоже Неплохо Так Рост Влияния Рост Влияния Здоровье Населения Так Это Уже В плюс Порядок Идет Ага И здоровье Население Да И Благополучие Дают Да Я Ошибался Знаете Я Ошибался Храмы Не Дают Рост Населения Даже Не знаю Может быть Тогда их И не Строить Может быть Просто Поберечь Ресурсы Так Ладно Давайте Для начала Сдадим Следующий Хоз А там Уже В принципе Посмотрим Так Гамбург Гильдия Оружейников А в Праге У меня Тоже Гильдия Оружейников Может быть Две Гильдии Оружейников Это Много Хотя В принципе Там Хорошие Бонусы Так А давайте Мы Посмотрим Так Гильдия Оружейников Че Она Дает Так Возможность Улучшения Клинкового Оружия Это Уже Хорошо Так Ну и Увеличение Опыта Рыцарей Плюс Два Плюс Один Ну Вообще То Улучшать Клинковое Оружие В принципе Было бы Неплохо Потому что Гамбург Да Гамбург У нас Тоже Вот Замок Здесь Мы тоже Строим Войска Но С другой Стороны То С другой Стороны Вот Опыт Рыцарей Это Идет Глобальный Эффект То Есть Достаточно Одной Гильдии Оружейников На всю Фракцию Чтобы Шел Глобальный Эффект Ганзейская Лига Так Это Товары Так А как Посмотреть Ага Вот Они Гильдии Вот Мне бы Одну Гильдию Коневодов Но Она По идее Строится Только В городе Если Я Правильно Понимаю Да Смотрите Вот Гильдия Оружейников Строится Как В замке Так И В городе А А вот Гильдия Коневодов По идее Только В городе Строится Так Ну Путешественники Нет Это Тоже Не то Это Ерунда Все Каменщики Что Каменщики Дают Ополчение С пиками Не Так Наемные Убийцы Ну Их В городе Книга Печатания Ага Это Увеличение Количества Товаров И Благополучие В принципе Да Давайте Тогда Вот В Гамбурге Построим Гильдию Оружейников Почему бы И нет Новый Член семьи Альбрехт Распи Весть о Прибавлении В королевской Семье Передается Из уст В уста Рождение Ребенка Увеличит Шансы Династии На долгое Правление Так Стены Отремонтировались Чудесно Кстати Да Вот Что у нас По условиям Условиям Победы Прошу прощения Так 35 областей Пережить Гибель Державы Дания У нас 11 областей В принципе Да Можно Я так Подозреваю Спокойненько Себе Продвигаться В сторону Дании К вашим Услугам Потихонечку Захватывать В принципе Воевать С поляками Но я Пока что Не вижу Особого Смысла Конечно Поляки У нас Давайте Взглянем На рейтинг Где Они Поляки Поляки Да На первом Месте С другой Стороны Их тоже Нужно Как-то Присадить На попу Потому Что Если Их Не Остановить То Поляки Потом Просто Обрушатся Как лавина На нашей Земле Так Знаете Даже Не знаю Смотрите Я так Подозреваю Что Польские Войска Они Находятся Все На востоке Потому Потому Что Граница С нами Беззащитная В принципе Вот эти Вот все Поселки Если Раздробить Армию На маленькие Рейдерские Такие Вот Отряды То Эти Все Поселки Можно Одним Ходом Взять Знаете Да Вот Вопросов Вопросов Это Прибавило Немало А вы Как Считаете Да Вот Ребятки Напишите В комментариях Как Лучше Поступить Продолжать Воевать С Датчанами Или Может быть Просто Вот Взять Раздробить Ну Я не знаю По крайней мере Одну Армию На Несколько Маленьких Отряд Отрядов И В принципе Да Вот Просто Одним Махом Взять Все Вот Эти Вот Укрепления Ну Столица Ладно Столица Еще Более Не Менее Вот Честно Говоря Даже И Не Знаю Ё-моё У меня Прям Суперские Купцы Так Продолжим Путь Завтра Блин А Да Опять Опять Нарываюсь На Вот Эту Ерунду В принципе Да Здесь Армия Блокировала Проход Так Ну Вроде Бо Его Никто Не Достает Хотя Вот Эти Вот Могут Достать Его Кто Вам Мешает Кайзер Да Вот Они Мешают Но Можешь Ли ты Что Нибудь С ними Сделать Это Больший Вопрос Так Так Ганновер Че бы мне В Ганновере Построить А Или Ничего Не Строить Так Давайте Лазутчика Перебросим уже к столице А У них Столица Поменялась Так А Не понял Датский Город Маленький Город Поселок Война Ах Куда Вы Спрятали Вашу Столицу Так Ладно Ерунда В принципе Не так Что Это И Важно Так Ну да Все В принципе Так Эти Крестьяне Арбалетчики 290 Но У них Оружие Пробивает Доспехи В принципе Они Хороши Против Бронированных Войск Ох Честно говоря Даже Не знаю Ребята Даже И не знаю В принципе Все Сложно Как бы Оно Одновременно И легко Ну и Сложно Если Уберу Вот Эту Армию Он Может Ударить По Гамбургу Не знаю Смогу Ли Я Удержать Тогда Гамбург Так Ладно Давайте Пока Что Увеличивать Армию В принципе А что еще Остается Увеличивать Армию Развиваться А там Как говорится Будем Посмотреть Сдаем Следующий ход Так Ну я смотрю Мы так Смотрите Продвинулись Неплохо Вперед Так Ильцин Давайте Дороги Поля Закажем Рынок Пост Дозорный Церквушку Короче Все Что Нужно Так А я Шпиона Не строил Мне Вы знаете Вот еще Парочку Шпионов Совсем Мы Не Помешали Так Ладно Давайте Строить Войска Что Прикажете Кайзер Я Кайзер Кайзер Кайн Проблем Кайзер Марш На сегодня Марш Окончен Так 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 В принципе В принципе Давайте Давайте Еще Вот так Вот Так Вообще В Праге Нужно 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 Плац Или Ненужно Да Не Вообще Мне кажется Было бы Неплохо Плац Заказать Встройку Сложу Рейху Сложу Рейху Я Сложу Рейху Что Прикажете Кайзер Так Давайте Сделаем Вот Так Вот Все Так Я Знаете Прям Вот Я Ну Не знаю Загорелся Этой Идеей Просто Пойти И Поляков Как бы Это Причесать Неплохо Сложу Рейху Сложу Рейху Да Майн Кайзер Теперь Что Прикажете Кайзер Кайзер Что Прикажете Кайзер Я Объединяю Войска Сложу Рейху Так Вот Так Вот Вот Так Вот Блин Ну Нападет Жанна На Гамбург И Толку Что Я Его Сидел Захватывал Я Отличное Место Служу Рейху А что За честь Так Ладно Марш Хорошее Место Для Лагеря Так Давайте Лучше Вот Ветерана В доспехах Еще Наймем Так Так Наемников Нету Да Мы Смешали С грязью С грязью Только Почему То Меня Это Совсем Не Радует Так Мне Вот Знаете Мне Стрелков Прям Катастрофически Не хватает Прям вот Хороших Стрелков Ну Не хватает И все Тут Так А где Я еще Могу Шпионов Вы Построить Так А может Быть Штральзунди Да Да Смотрите Точно Вот Здесь Вот Еще Можно Шпионов Так И В принципе Можно Наверное Третью Армию Собрать Еще Так Ну Этот Ненадежный Так Этот Тоже Ненадежный Кому Ж Довериться А Этому 60 Лет Этот Правитель Так А давайте Взглянем На Генеалогическое Древо Может быть У нас Мальчишки Подрастают Так Печально Печально Но вот Все Вот 7 лет 6 5 То есть Так Так Ладно Придется Действовать Пока Что Двумя Армиями Но Ничего Страшного Сдаем Следующий Ход Так Отношения С Польшей Ухудшаются Очевидно Что Отношения С этим Народом Сильно Испорчены Спорами Неоднозначными Действиями И Разногласиями Имевшими Место Последние Годы То есть Как бы Если Мы Еще И Начнем Войну В принципе Это не особо Так вот Сильно Испортит Наши Отношения А Кстати Принц Николай Есть Че Ж Ты Молчишь Принц Николай Тебе Нужно Конница Объявлением Войны Держава Монголов Польша Эти Народы Объявили Друг 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 Войну Возможно Противостояние Ослабит Их Отведя Угрозу От пределов Вашей Державы А Возможно Мы Сможем От Польши Откусить Хороший Кусок И Поляки Ничего Не Не Смогут Сделать Так Все Так Мне кажется Идея Была Хорошая Так Так Ну в принципе Да Что тут Думать То Вот так Вот Правда Налоги Придется Понизить Давайте До дороги Построим Чтоб Можно Было Очень Эффективно Здесь Вот Перемещаться Так И Двигаемся К границе С Польшей А Что За Честь Что Прикажете Кайфер Марш Так Из Гамбурга Из Гамбурга Давайте Вот Мастерскую Корабельщика Из Гамбурга Подтянем Еще Войска Стоп А И Все Деньги Закончились Не Ну Ты Издеваешься Так Печаль Печаль Что Прикажете Кайфер Что Прикажете Кайфер Так В принципе Да Вот У нас Здесь Подготавливается Еще Третья Армия Наверное Чтобы Ударить По Горлице Вообще Конечно Было бы Хорошо Ударить По Столице Поляков Кстати Да Вот Давайте Все Таки Для Начала Разведаем Обстановку Так Было бы Вообще Очень Хорошо Прежде чем Лезть Разведать Обстановку Да Видимо Датчане Обиделись На Нас Конкретно Злопамятные Таки Ну Как бы Да Захватил У вас Хороший Замок Захватил У вас Город Маленький Ну Что Прямо Так Стоит Обижаться Ну Это Несерьезно Это Все Так Хорошо Насколько Мы Выходим Да Ну Видите С денежками Уже Напряг Все Таки Мы Армию Как Увеличили Многократно Отличное Место Для Лагеря Мы Продолжим Путь Завтра Ну Ничего Так Кстати По Дипломатии Я Вот В начале Серии Точно Помню Я Хотел Что То Сказать Что То Посмотреть Но Как Всегда Заговорился И Ничего Не Сказал И Не Посмотрел Так Давайте Для Начала Глянем С кем Мы Торгуем Ага Торгуем Мы Со Всеми Ну Все В принципе Можно И не Смотреть И Ничего Не Говорить Можно Ничего Не Смотреть И Не Говорить Все Тем более Как То Приспустить Его С Первого Места На Второе Или Вообще На Третье Так Это Мне Кажется Еще Лучше Так Сдадим Следующий Ход Чего Энбунд Распи Этот Человек Предал Вас И Поклялся Верности Иному Господину Не Важно Что Стало Причиной Изменник Остается Изменником Ну да В принципе О чем Я Постоянно Говорил И Все Мои Как Б Купцы То же Самое Пошли По Бороде Так Зато Вот Поселочек Расширяется Денег Нету Так Герхард Зой Зой Берсдорф Плюс Два К благородству Получил Нормально Перемирие Держава Монголов Польша Правители Сумели Договориться О перемирии И на время Прекратили Военные Действия Нелегко Просить Того Кого Привык Считать Загляд Врагом И Сколько Продлится Этот Мир Не Неизвестно Так Че-то Вы Быстро Помирились Пинска Че-то Вы Слишком Быстро Помирились Я бы Хотел Чтобы Вы Конечно Жида Еще Повоевали Продолжим Завтра Я Пешая Польская Знать Так У меня Знаете Тут Возник Другой Вопрос А стоит Ли Начинать Войну С Поляками Вообще Ну Неплохи Они Они Неплохи Ребята Как бы Меня Не трогают Смотрите Да Вот Граница Беззащитная Войска Здесь Не Не Скапливают Вообще Че Я Как бы На них Так Вот На На Нормальные Ребята Нас Не Трогают Так Вот Это Вот Предателя Придется Конечно Живу Устранить Кстати Да Он Походу Знает Нашего Убийцу Так Что Убийцы Мало Шансов Так Ну Все равно Да Вот Войска На Границу Я Подведу Может Быть Что Небудь И Придумается Кстати Вот Еще Есть Подкрепление Кстати С кем Поляки Воюют С Литовцами Ну В принципе Литовцы Да Так Гродно Уже Потеряли Вот Это Вот К У Нас Потеряли Вильнюс Остался В принципе Да Литовцы Ну Особо Так В обороне Ничего Не покажут Грустно Вообще Это Хорошо Че У нас Там По Времени Да В принципе Да Можно На таком Моменте Думаю Закончить Не знаю Захватили Мы Только Оркус Ничего Особо Такого Не Произошло Вопросов У меня Конечно Жи Больше Больше Чем Ответов Это Хорошо Ну Я думаю Да Вот Вы бы мне В комментариях Помогли Что Предпринять Может быть Действительно Воевать С Польшей А Может быть Все Таки Жизда Чанами Продолжить Войну Ну Вот Есть У них Здесь Две Армии В Принципе У нас То есть Флоты Можно Быстренько За Один Ход Вот Сюда Вот Переправиться Захватить Вот Этот Вот Каменный Замок Вот Этот Вот Поселочек Беззащитный До Скорой Встречи В Бою В Принципе Не Знаю Ну Да Вот Все Таки Надеюсь И Жду Ваших Советов А Засим Прощаюсь Спасибо За Просмотр Подписывайтесь На Канал Жмите Колокольчик Ставьте Лайки Да Да Обязательно Именно Именно тот момент Настал Если вы это Еще не сделали Нажмите Поставить Лайк В принципе Да Мне будет Приятно А каналу Будет Продвижение И Увидимся Услышимся В последующих Сериях Всем Спасибо И Всем Пока Будьте Здоровы Пусть У вас Будет Все Хорошо Продолжение 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 Продолжение